Музыка Итак, я немножечко отдохнул, покурил, поговорил с другом, объяснил суть масс-эффекта и какая-то потрясающая игра, и немножечко разгрузился эмоционально, и, наверное, готов. И столкнулся вот с таким вот выбором, типа игры. И мне он кажется странным, блядь. Действия, отправляйтесь прямиком в бой в роли знаменитого Капрала, бла-бла-бла. Ролевой. Создайте персонажа, выбирайте путь развития, участвуйте в сражениях. То есть диалоги и всякая хуета. История. Вы можете изменить черты персонажа, насладиться интерактивным повествованием без сложных сражений. То есть просто, блядь, интерактивный фильм буквально смотришь. Зачем? Зачем, блядь, такой выбор давать, в принципе? Идти, наверное, будет то же самое. Это всё равно, что в начале игры давать выбор жанра игры. В какую игру ты хочешь играть? 3D-экшен? RPG? Или... Аркаду, блядь, 2D? Что тебе, блядь, больше вкатывает? Я вообще, по-моему... Ладно, я не буду заострять своё внимание на смысле стилистики Mass Effect, что ни того, ни другого нет. Я уже, в принципе, сделал вывод, поэтому... Возьмём просто действие, может быть, будет меньше диалогов. И... Я смогу просто показать то, как оно, блядь, есть. Систему боя и всякую такую хуйню, и наконец-то уже закончить. Да, я знаю, что Биовар, блядь. Уберите, пожалуйста, это слово с моего экрана, иначе я сейчас заблюю нахуй весь экран. Кстати, есть какой-то ещё охуенный, кстати, да, ролик. Ролик пропущу, конечно. Взгляды так и остались дебильными, кстати, между прочим, вот... Сейчас кусочек я зацепил, того, как они смотрели, там, просто пиздец, мимики всё-таки никакой не появилось. Хотя графика стала лучше, гораздо лучше. Я тут видел мальчика, бегающего с космолётом по полю, играющим. Тоже довольно весело, так... Замысел нихуёвый. И я теперь уже такой довольно грозный товарищ. И хожу, здороваюсь со всеми старшими по званию за руку, такой, типа, супергерой, блядь, типа Бэтмена, идущего по... Готэм-сити, и жмущего руку, не знаю, Путину, блядь. Ну, в общем, смысл ровно тот же самый. Я уже изначально вижу, что прилетели... Готы, блядь, или ещё какая-то другая космическая хуета. И... Так как я супергерой... Пожалуйста, останови это, блядь. Потому что иначе мы умрём, а... Мы не знаем, что делать только ты их, блядь, видел и дрался с ними. Перед этим мне говорили, что меня чуть под трибунал там, блядь, не отдали, и вообще я там выхода кучу натворил. А потом сказали, останови их любой ценой. Блядь, раз я что-то творил там во второй части, или там в первой, то, значит, это было нужно для того, чтобы их остановить. Нахуя меня под какой-то трибунал пускать? А сейчас я, например, завоню их всех на наш корабль, какой-нибудь там крейсер, блядь, и взорву этот крейсер. А меня пустят под трибунал, потому что я взорвал свой корабль. Так оно будет, что ли? Да какой же это, блядь, любым путём? Эээ... Какого хуй вы мне загоняете здесь? Эээ... Да, действительно, диалогов стало меньше. Эээ... Теперь... Теперь не дают, блядь, выбирать вариант ответа. Теперь показывают просто... Одну и ту же хуету, то, что, блядь, они говорят. Блядь, друг другу. Догадывается, о чём речь. Хотя бы отдалённо. Эээ... И... Не хочет застрять своё внимание на истории, а хочет стрелять, блядь, готов нахуй. И... Другую мерзопакость. Что за... Пиздец такой? Выпустите меня, блядь, наружу! Эээ... Пиздец, я не могу... Сигарета не спасла меня, походу, от... Криков и возмущений. Эээ... Какой-то хуй... Засунул свою большую лапу в город. Эээ... И... Взорвал кафедральный собор. Я не... Я не знаю, что было. Ещё какая-то хуйня произошла. Что-то выстрелило. Меня куда-то бросило. Эээ... Физика, я вижу, прекрасная здесь вообще. Эээ... Как реалистично всё это было, блядь. Какие-то брызги наебальники у меня. Эээ... Всё, я понял, ладно. Ну да, запрещено на ютубе же, ролики показывали, то есть... Забанят ещё, нахуй. Эээ... Скипну всё-таки кусочек. А, наверное, уже поздно, мне уже пистолет дали. Эээ... Видать, вот тот адмирал тоже со мной вместе присутствовал в первой и второй части и знает, что я кроме как с пистолета больше ни с хуй я стрелять не умею. Эээ... И теперь я буду... Что, я буду ломать этот корабль с пистолета, что ли? Что за пиздец сейчас будет происходить мне? Я даже не хочу смотреть, что будет дальше. Эээ... Это будет один из самых коротких обзоров, готовьтесь, потому что долго я не смогу в это играть. Я видел первую и вторую часть и знаю, что будет в третьей. Эээ... Поэтому... Долго я здесь не проживу, это... Это просто я уверен. Эээ... Замечательно, мне дали поиграть. Отлично. Эээ... Я вот смотрю там... Да-да-да можно спрыгнуть и умереть, блядь. Эээ... Вот... Ты же... У тебя же уже, блядь, ноги даже в... Там, в воздухе, в прострации, нахуй. Почему ты не падаешь, сука? Эээ... Не дают, блядь, убиться почему-то. Да, на шифт всё так же и бегать нельзя, естественно, нихуя. Эээ... А как, блядь, можно бегать? Что это, лазер какой-то, блядь? Эээ... Нужно что-то остановить, блядь. Окей, пошли. Эээ... Теперь это всё превратили в брожение по каким-то, блядь... Эээ... Небоскрёбом. Я... Тот чётко видел, что я не допрыгнул до этой хуйни. Эээ... Было похуенно. Эээ... Хорошо, залазни, макей. Ну, я так понимаю, это обучение, хождению, блядь, прыжков, укрытий и всякой такой хуйни, которое было, блядь, в первой и второй части. Что это, готыки-то залазят. Идите нахуй отсюда, ребята. Замечательно, окей. Можно я здесь в саду в этом останусь? Мне листья вот эти уже вкатывают. Я... Не хочу, блядь. Нет боеприпасов. Отлично. Потрясающе. Что, что, блядь, я должен делать? Ф, чтобы удар. Окей, пойду пиздить их руками. Сдохни, сука. Зачем они долбятся в стёкла? Сдохни, дебил! Эээ... Не давай им себя схватить. Да я и не собираюсь. На поебалу тебе, раз ты умный такой. Прибежал тут, блядь. Лазеры какие-то. Опять что-то взрывается, блядь. Ну да, в принципе, как-то пожёстче стало. Здесь только что лазер прошёлся. Нахуя ты сюда идёшь, дебил? А, здесь дверь. Что, ну давай въебём его. Всё, я ёбнул его. Теперь можно открывать, наверное. Сюда, конечно. Давай, пролазь, хуило, а я за тобой. Он решил здесь остаться. А, вон, мальчишка, которого я видел вначале. Всё хорошо, говорит. Да нихуя не хорошо. Он единственный, по-моему, знает, в чём дело. Все умирают, говорит, блядь. Готы пришли нас пиздить. Ты не можешь помочь мне. Он уже съебался куда-то. Конечно, правильно. Нехуя идти с лолдафонами, они все тупые. Проще спастись как-нибудь самому, не знаю, зашкириться в канализации и просидеть там, пока всех не расхерачат. А потом жить в каком-нибудь постапокалипсисе, искать еду, сбивать бананы с веток, нахуй. И так далее, и тому подобное. Правильно? Нехуя вообще. Люди это плохо. Ну да, здесь поднимаются какие-то темы, блядь. Великие. Что, походу... Походу мне дали пропускать ролики. Действительно. Охуенно, блядь. Наконец-то, спустя тысячу миллионов лет, блядь. Мне дали возможность пропускать ролики. Небольшими кусочками по 10 секунд, правда, но все-таки, блядь. Что это? Добрались до Нормандии. Так ее взорвали еще в хуй знает когда. Насколько я помню, еще в начале второй части, по-моему. Ну да, хули я не прошел, не в курсе. Может быть, ее и починили, там, не знаю, возродили. Теперь есть Нормандия-2 или... Какая-нибудь, че ебота. Мне, в принципе, абсолютно неинтересно, если честно. Потому что... Что такое? А, ну вот ее второй раз, походу, въебали. Отлично. Я уебался куда-то. Замечательно. Ладно, я не буду на этот раз идти до какого-нибудь тупика и в итоге завершать на том, где я не могу пройти или где меня до конца уже вымогло. Я буду заканчивать прямо сейчас. То есть, буду говорить, что меня устраивает и не устраивает в этой, блядь, части. И в это время закругляться. Умрите нахуй, пожалуйста. Нет, они бессмертные на этот раз, по-моему. Потому что вот этого я точно убил только что. И он только что встал обратно и стал опять меня пиздить. Устраивает меня то, что... Теперь появилась... Не знаю, хуй так, как в... Medal of Honor и можно видеть, когда ты попадаешь, а когда нет. Вот, по-моему, это довольно интересно. Говорить? Нет. Говорить я точно ни с кем не стану. Что максимум? Какой максимум? Как это максимум, блядь? У меня патронов нет у них, хуя. Я только что выпустил 4 обоймы, блядь. Каких-то непонятных роботов. Пиздец. Я не знаю, может, они у меня бесконечные и тогда я не знаю, зачем вообще они сделаны, что я могу подбирать. Разговаривать все точно ни с кем не буду. Буду смотреть на небо, как летают самолеты и башут друг друга. Как вот этот вот... У ануса, у какой-то, блядь, механической пчелы вылетают искры. И как она бродит по нашей земле, там... Не знаю, может, какая-то другая планета уже. И заканчивать, в принципе. Потому что я же сказал, я не буду долго об этом говорить, потому что... Эта часть такая же дебильная, не менее, чем первая или вторая. И то, что можно выбрать, будет ли это просто шутер или пиздёж, вообще не даёт никакого смысла. Графика. Графика здесь, в принципе, изменилась в лучшую сторону. Не поспорю даже. По сравнению с первой частью. И, по-моему, даже немножечко по сравнению со второй. В принципе, второй тоже нахуже была. Вот. Поэтому... Это, в принципе, завершающий обзор. И надо будет обговорить все три. Здесь довольно красиво. Разломанные здания, нахуй. Развороченная херня. Какая-то вода, блядь, похожая на... На кисель больше, по-моему, чем на воду. У которой никаких брызгов, естественно, нету нихуя. Поэтому про графику я рано хорошо сказал. Так вот... По-моему, это пиздец. Просто пиздец. Графика, ладно, лучше. Хорошо. Графики поставлю два. Отлично. Ну и во второй, в принципе, она была неплохая. Тоже двойку заслуживает. Смысла нет ни в одной. Ни в первой, ни в второй, ни в третий. Есть какой-то элементарный замысел, как в Звёздных войнах. Не знаю, что ли, блядь. Звёздные войны тоже терпеть не могу. И только за это, возможно, единица. Каждый. Ну и в первой графика была уёбищная. Ну, в принципе, на уровне своего времени. Поэтому тоже единица. Ну и здесь уже появился выбор такой. Либо ты хочешь слушать диалоги, либо ты хочешь пропускать ёбаные заставки и просто идти стрелять вперёд. Вот. И за это я тоже единицу добавлю. Ну и там... Ещё же я что-то добавлял, помню, в первой части. По-моему, там оценка довольно... Не шибко низкая получилась. Я был неправ. Первая часть получает от меня 3 из 10. Вторая 4 из 10. И третья также 4 из 10. Там свой минус у третьей, свой плюс у второй. И также плюс у третьей, минус у второй. Поэтому они друг друга компенсируют и примерно на одном уровне находятся. Пусть тут получше графика, но и сюжет здесь стал уже задроченнее. Пусть здесь появилась возможность выбора режима игры, но хоть какой-то элементарный намёк на сюжет исчез до конца. Поэтому... Вот так вот. И общая оценка серии 3 из 10. Потому что... Не потому что я не люблю BioWare, кстати, я начал говорить о том, что ещё есть одно какое-то, блядь, великое творение нахуй от этой компании. Вспомнил. Кажется, Dragon Age. Тоже полное говно, которое я тоже терпеть не могу. И я сделал вывод уже довольно давно, что, в принципе, от компании-производителя очень сильно зависит игра. И то, как она будет выглядеть, и то, понравится она или нет. Если взять несколько игр одного и того же разработчика, то будет прослеживаться некоторая аналогия. Если тебе не нравится несколько игр от этого разработчика, то... Да, не факт, но очень большая вероятность, около 80%, что тебе не понравится ни одна игра от этих разработчиков. Но также есть и у хороших игр, конечно, если все игры хорошие, не факт, что следующая будет хорошая, но вероятность 80%. Так как, например, у Valve просто пиздец как не понравилось. Обзор у нас был, блядь, кастовый, первый на валовскую продукцию, именно в ней. Мы скачали её в стиме, блядь, в официальном. Играли, блядь, всё... Вроде всё делали как надо, и всё равно получился пиздец. Как же... Team Fortress. Так вот это зубожоподробительное говно, по-моему, ёбанное среди всех игр Valve. Хотя все остальные игры от Valve мне нравятся. Так же вот этот Биоварм... Терпеть не могу ни Dragon Age, ни вот эту вот Астролярию ебаную, которую я вообще никогда больше в своей жизни не запущу ни на одном компьютере. Потому что это, по-моему, низко, блядь, до невозможности. Это всё равно, что... Зоофилическую порнуху запустить на своём мониторе, это... Такое же неуважение будет, блядь, к компьютеру. Или там, не знаю... Как говорил Мэдисон, блядь, всунуть диск с этой игрой в компьютер, всё равно, что... Всунуть гнилую палку в облагалище любимой женщины, блядь. Это вот... Мне вот... Вот я только сейчас понял это выражение, наверное, потому что я, блядь, установил ёбаный масс-эффект. Поэтому на этом я вот уже потихонечку прощаюсь и подвожу итоги. Всё, достаточно, по-моему, с меня этого, блядь, раздражения. Я сейчас что-нибудь, наверное, буду делать, потому что с таким настроением дальше жить я не смогу. Это просто пиздец. Я настолько разочарован вообще в мире и в компьютерных играх, и вообще во всём. Мне сейчас только таблетка Торена, наверное, поможет расслабиться и почувствовать себя как-то лучше. Или там, не знаю, четыре вакуума подряд, или паровоза. Это просто пиздец. Я не знаю. Как вообще компьютерная индустрия может, игровая, в смысле, опуститься вот до такого уровня, чтобы сделать вот такую, такого рода поделку, сука? Я уже много о каких играх так говорил, что это просто пиздец, что это невозможно, как вообще такие игры можно делать. Ну, блядь, ёбаный Mass Effect, по-моему, переплюнул их все раз в шесть. Это просто ёбнуться можно. Кто играет в эту астролярию, кому это нравится, тот просто либо мазохист, либо дебил, блядь. Извините, конечно, у меня много друзей в неё играет, и много хороших отзывов о ней я и слышал. То есть она довольно... Немало аудитории нравится, и сейчас меня закидают говном, начнут, блядь, поливать говном в комментариях, и всякое прочее там. Будут ставить дизлайки на ролики, и вообще пиздец, что будет происходить, я так понял, на моём канале, после того, что я сейчас, как я запишу и выпущу это. Ну, это моё мнение, блядь. Извините, если с кем-то я не сошёлся в нём. Ну, по-моему, это просто адовый пиздец. Я не боюсь вас, ребят. Ставьте дизлайки, и... Отписывайтесь от канала, кто подписан, или не подписывайтесь, те, кто не подписан. Зовите кучу своих друзей, которые любят Mass Effect, чтобы они обсирали мои ролики, и... ставили дизлайки, и... не знаю, что они ещё могут делать. Говно в комментариях херачили килограммами. Но я не скажу, что это хорошая игра, ни за что, и никогда, потому что это просто унылое говно мамонта, блядь. Поэтому я, наверное, прощаюсь на этом, потому что сейчас я начну ещё больше материться, и говорить ещё больше оскорблений, чем... оттолкну ещё большее количество аудитории, мне кажется, как целевой, так и смотрящей, так и вообще всех. Даже тех, кто тоже не любит Mass Effect. Просто... Я грубиян и... и псих. Вот. Поэтому на этом я прощаюсь. Это был Billy Software. Ребят, смотрите хорошие видео, играйте в хорошие игры. Не играйте в Mass Effect никогда, и ни за что. Если... Вы запустите Mass Effect у себя, то... То ваш мозг медленно превратится в... В обрубок члена, не знаю, а... Желудок начнёт превращаться в говно, а не производить его. Вот так вот, короче. Вообще, действительно правильно Нойс говорил. Это, по-моему, не только к певцам относится, и компаниям игры выпускающим. Одним, блядь, дано превращать воду в вино, а другим лишь воздух, углекислый газ и пищу в говно, блядь. Так вот, по-моему, разработчики этой игры именно только это и умеют, потому что ни... Dragon Age ёбаный, ни Mass Effect не являются хорошими играми. Ни в коем вообще понимании, по-моему. Это просто унылое дерьмо. Всё, я уже повторяюсь. В принципе, даже сказать ничего нового о нём не нужно. Так что, в принципе, я всё сказал. Ждите того, что будет дальше. Проект World Nox, мне кажется, на некоторое время закроется, потому что ни сервера, ни... Ничего вообще нету для того, чтобы это делать. Проект уже закончен, и всё это можно сделать. Но, мне кажется, этого не будет ещё очень долго, потому что, во-первых, не на каждый сервер мы можем все зайти. Нет сервера, который нам позволяет это сделать из публичных. Короче, вообще не судьба, по-моему. Вот, я, возможно, сам возьмусь за это и один, всё это сделаю за ещё более... Больший промежуток времени. Но, по крайней мере, пока ничего не получается. Вот. И... До свидания, ребят. Всё, я не хочу даже говорить больше ничего. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...